Друзья, всем привет! Это Маргарита, вы на канале Наш Любимый Питомник. Сегодня нашему малышу 7 дней уже, 1 неделя. Вот вы видите здесь, как Марсик кушает. Щенок развивается хорошо, правда, Мона у нас периодически пытается уйти от щенка. Видимо, ей уже надоело его кормить постоянно. Так что пытается сбежать уже из гнезда и оставить щенка. Мы, конечно, не даем ей, она до сих пор сидит в гнезде с щенком. Мы ее закрываем там. По щенку она не топчет, ходит аккуратно. Постоянно с ней кто-то находится. Ночью с ней тоже рядом спят знакомые, поэтому, чтобы все было хорошо. Только теперь мы ее чаще отпускаем на улицу. Мона у нас любит прятать косточки. Она постоянно, если достанет что-нибудь вкусненькое, получит, то часть съест, а часть пойдет, закопает на огороде. И потом начинает все выкапывать. Соответственно, вы видите, у нее шерсть кремовая, очень светлая. И как только она покопается в земле, это, конечно, все нужно мыть. Мы Мону тоже постоянно моем ее, протираем, чтобы она не принесла тоже кусочки земли для щенка. Вот такая вот у нас Мона она любит копать. Любит копать, закапывать. Недавно тоже сидели, смотрели за ней. Говорю, что она там выкапывает. Все копает, 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 копает. Ну, в общем, копала она клубнику. Там ягода просто упала, видимо, в землю. И она ее закопала сначала, а потом решила все-таки откопать и съесть. Вот она эту клубничку пыталась съесть. Мы, конечно, ее забрали, потому что клубника была такая полусгнившая, уже в земле полежала. Некоторое время. Иногда, что Мона думает, что она крот. Вот так вот у нас. Хотя она раньше тоже копала, конечно, но сейчас вот почему-то после рождения Марсика, вот у нее какая-то такая привычка появилась, потому что она прямо копает много. Еще Мона очень любит наблюдать за рыбками. У знакомых небольшой прудик. На участке я как-нибудь тоже его покажу. Там живут карпы. Закрыт сетка, чтобы птицы не ловили карпов. И Мона там тоже постоянно встанет и смотрит на рыбок. Видимо, ее завораживает. Причем она не пытается их не съесть, не поохочится, не поймать. Но просто стоит, смотрит. И очень красиво, когда закат, солнце уходит. Мона такая стоит в лучах уходящего солнца, смотрит на рыбок. Очень милая картина. Вот Марсик у нас постоянно кушает. Как я уже раньше говорила, он спит, ест, опять спит, опять ест. Жизнь такая маленького щенка, только чтобы есть и спать. Мона теперь требует больше внимания к себе. Ее нужно постоянно гладить. Она, видимо, сначала занималась щенком. Не давалась, конечно, гладить. Не было ей это нужно. Ну а сейчас вот прошла первая неделя с момента рождения щенка. И теперь она вспомнила, что она опять собака. Что ее нужно гладить. Поэтому это хорошо. Она полностью пришла к себе. Ну, конечно, шерсть у нее тоже выпадает после родов. Мы ее расчесываем, моем, как я уже говорила, и от земли. Постоянно этот пух везде летит. Но это нормальное явление. К сожалению, шпицы очень линяют после родов. Вообще, все собаки линяют после родов. Но, например, на гладкошерстной собаке это не очень видно. А на такой пушистой собаке, как шпицы, там остается просто половина от собаки. Учитывая, что Мона линяла еще перед рождением Марсика. У нее тоже не было так много шерсти. Сейчас вообще пластанец. Наверное, половина. Будь у нас китайская хохлата, а не шпица. Очевидно. Вот вы здесь видите, как Марсик кушает. Он так прямо уже сознанием дело теперь знает, как кушать. Его абсолютно нужно не подкладывать, не как-то его заставлять. Нет. Он сам знает. Сам знает, когда. Причем самое интересное, когда Мона гуляет в саду. Она иногда долгое время тоже гуляет. Мы щенка кладем на подушечки с подогревом. А Мона бегает, бегает, бегает. И в какой-то момент она все начинает гавкать, что не бежать к двери, что ей нужно кормить малыша. И она туда бежит. И сразу Марсик не тоже подползает. Он уже знает, что это его время кормления. Поэтому у них выработалось такое вот расписание свое, когда они друг другом занимаются. Когда Марсик кушает, он уже к этому расписанию привык. Потом наша помощь, конечно, даже не нужна ни Моне, ни щенку. Вот видите, она покормила все и встала, пошла по своим делам. Вот такой красавчик. Стирали лежанки. Здесь вы видите другая лежанка у Марсика. Все это стирается. Первую неделю мы ничего не стирали. Мы постирали только после седьмого дня. Смотрите, как она вылизывалась. Он покушал, а теперь нужно полизать. Ну, все подстилки чистые. Мы постирали просто вот, ну, как бы говорится, чтобы не было там пыли никакой, ничего. А так подстилка очень чистая. И моно очень чистоплотная. Поэтому даже это не нужно постоянно мыть. Я знаю, некоторые мамочки, собаки, плохо смотрят за щенками. Им нужно постоянно стирать подстилки. Нет, моно она и сама чистоплотная. И щенок у него очень чистый, очень ухоженный. Никогда никакие какашки у него там нигде не висят. Всегда он ухоженный, чистенький, согретый. Моно о нем, конечно, очень хорошо заботится. Ну вот, друзья, у нас такое вот коротенькое видео получилось. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии. Ваша поддержка мне очень будет важна. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok